Спасибо. Итак, пусть не остановитесь. Значит, примерно... Спасибо. Больше не надо. Примерно ситуация будет такая. Схема работы. Ой, не могу не сказать. Да. Ой. Я кратко рассказываю, что я называю сюжетом, из чего он состоит, по моему мнению, в целом, общее всё с примерами. Потом я рассказываю про свой приём, который в этом году использовала несколько раз, и каждый раз это было удачное, например, перенесение сюжета, который мне нравится, из одного сеттинга в другое. Как игроку. Как его привести, как постараться поиграть, и что для этого желательно сделать на берегу той игры. Я пыталась придумать и рассказать, вернее, втиснуть же сюда же, как прямо во время игры им управлять, и поняла, что у меня мои 45 минут кончились очень долго. Поэтому вторая часть — это будет этапы работать над сюжетом до игры. Собственно, из этих двух частей. Итак, если что, поднимайте руку вот прямо на месте, потому что мой поезд потом уйдёт, и вы всё равно можете поднять руку, и я всё равно отвечу. Значит, я езжу на игры для того, чтобы прожить историю персонажа. Игра может быть отлично сделанной, у меня могут быть классные моменты на ней, эмоциональные переживания, но если история персонажа у меня не складывается, у меня всегда после игры ощущение, что я поиграла нехорошо. Мне сложилось всё рассказать даже не о чем. Были несколько прикольных моментов, но это не то. В последние года три я очень стараюсь работать над подготовкой к игре над своими ролями. Мне это прикольно. И я задалась целью в этом году попробовать улучшить качество своей игры именно в плане собственных сюжетов на игре. У меня были с этим проблемы. Мы даже когда-то Вар, я и Кролик делали круглый стол на Комконе, назывался «Завязка Шридингера». Показалось, что мы с ними хотя бы разделим и так далее. Нам сложно для самих себя придумывать сюжеты на игры, на чужие. Вот как-то вроде придумал, а что-то ничего не получилось. В этом году я упоролась. Несколько я провела экспериментов, и хочу поделиться с вами результатами удачного опыта. Есть сюжеты, которые складываются прямо на игре. Тебя там смертельно скорбили, ты внезапно влюбился с последствиями. Про это мы не говорим. Мы говорим о том, как подготовить себя соломки, привести и радостно не покрыткаться на игре. Внимание, дискремер сразу. Есть игры с уже прописанными, с сетками ролей, с готовыми мастерскими сюжетами. И я говорю не о них. Я лояльный игрок. Поэтому то, о чем я говорю, я привозила на игры со свободным сюжетом. Когда у тебя есть только локация, имя персонажа, например. Или мастер заявляет со творчества, давайте все вместе. Или, например, ты такой мастер спрашиваешь, можно мне это? Он говорит, да. Вот в этих случаях речь пойдет. Поэтому вопрос про поездку со своим самоваром в Тулю, этичность этого поездки, я считаю закрытым. Что я называю сюжетом? Сейчас будет. Ладно. Беспойлер. Итак, я считаю сюжетом подводку к истории, которую твой персонаж может прожить на игре. Если совсем на пальцах. Альфметика такая. Это персонаж плюс завязка. Равно сюжет. Про создание персонажа мы сейчас не будем говорить. Это тема вообще отдельной беседы. Но в целом хорошо бы, когда готовишь его, подпиливать его характер под тот сюжет, в который ты собираешься играть. Чтобы он выгодно его поддерживал, оттенял и хорошо сыгралось. В принципе, можно сыграть вялого и ВВМ-ного «Громного мстителя». Но когда-то будешь играть в лице датского. Тоже вполне себе. Все зависит от твоих предпочтений и выбора перед играми. Итак. У нас персонаж есть. У нас есть его предыстория. Жил-был кто-то, где-то. Часто на этом этапе мастер или игрок останавливаются. И зря. Потому что сюжета в этом нет. К сожалению. Чтобы появился сюжет, для персонажа необходим толчок к действию. Завязка. Сюжетная завязка. То, что нарушит существующий порядок вещей. Только тогда появляется сюжет. Лучшей завязкой я считаю конфликт. Лучшим конфликтом я называю проблемы с другим персонажем. Игроком именно. Так называемое ПВП. И лучшим конфликтом. Я сказала бы, что самый граммный конфликт прикольный. Это ваше расхождение в принципах основных. В вашем мировоззрении. В тех вещах, которые нельзя решить мгновение ока. Которые могут тянуться всю игру. И хорошо бы туда можно влепить еще ваши разные позиции по вопросам. Подключим вопросом самой игры. Чем больше ты охватываешь, тем будет прикольно. Подробно про все это я сейчас буду говорить дальше. Важно. Я считаю, что у меня сложилась история на игре, когда мой персонаж изменился в процессе игры. Когда он вышел из послаказа игры не таким, неважно, живым или мертвым, но не таким, каким мне его входил. Поэтому я стараюсь придумать завязки не на внешние обстоятельства, на сертифакт или завороть даже тирана, а на моральные выборы. Любовь или честь, друг или родина. И вот такие все вещи. В принципе, не всегда можно сходу разглядеть, есть ли в твоих собственных придумках или в сюжете, который прописан к его мастерам, есть ли там вообще конфликт, да и в общем-то этот сюжет. Для этого есть несколько, вот я такая села и придумала, несколько примеров, как определить, что там этого есть или нет. В смысле, я так в своей собственной виду это проверяю. Скажу честно, как мастер, я тоже накалывалась, мне казалось, что все классно. Но вот и потом было видно, и сейчас, если просмотреть ленивым взглядом, понятно, что нет. Ты очаровался историей, но сюжета там нет. Так вот, вот это вот дальше. Есть сюжет. У тебя есть кто-то. Друг, брак, любовь всей твоей жизни. У тебя есть что-то. Волшебный артефакт. Знание. Информация. Ты что-то вспомнил. Ты кто-то. Король, назвул, бомж. Это все, друзья, не сюжет. А вот это сюжет. Ты что-то потерял и стараешься откладить виновным. Тебе нужно что-то, что есть у другого. Или ты стремишься кем-то стать, кто-то тебе препятствует. Понятно, да? Когда включен это в другой игрок, и у вас проблема. Если так. Обратите внимание на ложного друга сюжетника. Вот это сюжет, но не твой. Ты лишил кого-то, чего-то, и он очень хочет тебе отомстить. Все заплакали. Некоторые заплакали, да. У тебя есть что-то, что нужно кому-то другому. Все заплакали. У тебя все было, и теперь ты кто-то. Проверка простая. Нужно ли, задать себе вопрос. Нужно ли тебе что-то делать, чтобы все стало хорошо? У тебя все было. У тебя все было. И активна ли ты сторона в этом конфликте или нет? Сейчас. Если ответ нет на оба, то тогда ты здесь не главный герой этой истории. Скажи. По поводу конфликта... Громче так говори, чтобы... По поводу конфликта есть очень важный нюанс. Кроме того, что конфликт, несомненно, является хорошей сюжетной, удивительной штукой. Есть важный нюансик. Уточнить, а есть ли у нас финализация этого конфликта в игре? Потому что, наверное, на штате Маян, где у меня конфликт был совсем полигонный, явно боролся на то, что финализации нет никакой, потому что мы не можем финализировать конфликты. И сейчас на это все как бы... Понимаю твою боль. Давайте про конфликты. Вот это последний огромный блог, где мы будем вместе обсуждать хорошие, как годные конфликты, негодные конфликты, и как изгодные, негодные. Да, несомненно, нужно иметь возможность реализовать это, финализировать. Так вот, если происходит что-то, ну короче, пассивный залог, если не ты герой этой истории, ты максимум, в лучшем случае, ты там получаешься баба-яга, который квесты раздает, или каще бессмертные, которые придут в конце и свергнут. Кто-то герой. А в худшем, друзья, случае ты соль передал. Как проверить, что ты солонка в этой истории? Чаще всего, вот самые прям классические, вот у меня были такие классические примеры, а другие, это когда ты просто хранитель чужой информации. Если информация, которую ты хранишь касается тебя, тут есть шанс играть, того самого принца Датского, конечно, но так, это значит, ты второстепенный дополнительный персонаж в чем-то сюжете. Примеры жизни. На двух разных играх была единственная завязка у игрока, он хранил какой-то предмет непонятный, вещь какую-то. После игры оказалось, что в одном случае это была прям классическая солонка, это был квестовой предмет для других приключенцев. По сути, персонаж был ненужен, он играл дупло, это была единственная завязка. То есть дупло могло заменить игрока легко, и никто бы не пострадал. Во втором случае это был предмет, который помогал бы заинтересованным лицам опознать принцип хранителя предмета. Очень осмысленный предмет. Но игрок не знал про это, пытался скрывать, в итоге он так и проиграл это дупло от начала до конца. Роль могла быть принцем, но играл дупло. Поэтому, если вы смотрите свою водную, или сами себе там напридумывали, а потом таки холодным взглядом посмотрели и поняли, что не видите там, в данном случае мы говорим именно о мастерских, когда вам прислали водную, вы не видите ни конфликта, ни завязки, ничего хорошего, сюжета вы не видите. Осмысленно... Спасибо, шапочка у меня в номере, я потом передам. Осмысленно у мастера поинтересоваться, что вот прямым текстом, хорошо бы сюжетную завязку, я просто вдруг мастер не вижу здесь сюжета, помоги мне, пожалуйста. Потому что бывают случаи, когда сюжет скрыт от вас, этот конфликт он там прикопан, вас ждет, вы просто не знаете, но может выйти из уплоу. Поэтому, как, чтобы найти общий язык. Ну или, если понятно становится, что нет, пора готовить собственный сюжет. Есть ли вопросы, вот это общая часть, есть ли вопросы по общей части? Если что, задавайте, мы можем вернуться. Теперь мы переходим к работе над сюжетом, над историей, которая тебе очень нравится и тебе хотелось бы это сыграть, но что-то нет игры по этому. сеттингу и факт, что она тебе перепадет эта роль, подпилить любимую историю под что есть. Под игру, которая, возможно, подходит. Понятно, что у меня, как любого игрока, есть виш-лист, собственная копилочка желаний, куда я такая прочитал, увидел, что-то вспомнил, ну, боже, я хочу это сыграть. И, значит, туда опускаешь. Перетрафиваешь время от времени, когда видишь десятку ролей, которые там, свободные, свободные очень, и можно самому придумать персонажа. Или, например, у меня часто бывает ситуация, когда я вижу, как здорово играет какой-то игрок, подхожу и говорю, слушай, я хочу с тобой сыграть. А давай с тобой что-нибудь где-нибудь сыграем. И вот тогда пора копилочку перетрясти и выбрать какую-нибудь классную историю. Я хочу сыграть Джейми Лангстер. Называется это у меня в голове. Этот кейс. Обычно, когда говорят так конкретно, я хочу сыграть Люди, я не хочу там сыграть кого-то, подразумевают, что хочется сыграть данного персонажа, историю данного персонажа по игре данных сеттингов. Но жизнь не идеальна, жизнь жестоковна. Вот. И можно сыграть эту линию, но в игре по другому сеттингу. Дальше я буду говорить именно об этих вариантах. Но маленькая уточка в лице Ганса год назад мне ответила, это будет уже вообще-то не Джейм Лангстер, а какой-то смесь бюкдога с носорогом. Ну, понятно. Нужно играть именного персонажа, они будут не размениться на фильме. Но. Посмотрим правде в глаза. Даже выиграв кастинг на какую-то крутую роль, в которой я хотелось бы историю кого сыграть, даже на той игре прям все там хорошо, но может оказаться, что у тебя не получится классная история. Партнеры слили, тебя убили в первый час игры, кто-то не заехал, забили вообще на эту историю. В принципе, история была, ну, просто как-то не то. Я к нему. не шашечки или ехать, именной персонаж или его история, хорошо сыгранная, то я выбираю соответственно и ехать. Значит, из чего теперь начинаем работать. Сюжет Джейм Лангстер. Работу над сюжетом, я начинаю с двух приемов. Они, в принципе, для меня работают оба, можете использовать любой из них, можете одновременно оба применить. Первый. Нужно разобрать историю персонажа на сюжетной линии. Вычленить из них главные и второстепенные. Джейм Лангстер. Кто это? Это золотой мальчик, который потерял уважение тех, чем уважение он как раз нуждался. Это воин гвардии, который он презирает. Это человек с большими проблемами с родителями, с отцом и жалостью к брату. Это мужчина с порочной связью к собственной сестре. Это человек, совершивший подвиг, который все считают предательством. Постойте. Очень много линий. Можно брать, можно дополнить еще кучи. Но тут важный шаг на этом этапе понять, что на самом деле хочется сыграть именно тебе из всей этой истории. Что цепляет максимально в этом человеке, в этой истории. И брать именно эти линии за основные, которые переносить обязательно в другой сети. Так вот, честно себе признаться, вот это вот самый сложный процесс, если честно. Потому что может оказаться, что если их так вот спокойно, отстраненно посмотреть, то на самом деле тебе просто хочется быть самым крутым бойцом полигода. Ну, всех чтоб считали. А вовсе не вот это все. Или, например, чтобы поиграть, мы любим друг друга, но никогда не сможем быть вместе. И все. Вот все остальное не важно. И вот, когда ты это вычленил, можно с кем-то это обсуждать. А, ну и вариант еще просто красиво в белом плаще походить. Норма. Это нормальное желание, просто нужно честно их понять. Как? Я использую еще такой принцип. Я начинаю, вот собрала все, все, все написала, все прикинула, или просто в голове, все эти линии, а потом начинаю их отбрасывать. Вот это, ладно, я могу не играть. Это не испортит мне игры в эту историю. А вот это вообще мне даже кажется лишним, канонная вот эта линия. И отбрасываю до тех пор, пока они станут то, без чего я вообще не представляю этого персонажа, его историю. И вот это и остается самой ценной. Самое главное. Если оказалось, что там только смысл тайной связи с сестрой, ну что ж, будем в это играть. Нормально. Второй способ. Определить, что самое-самое. Про что эта история? Это попитаться на кому-то, пересказать, не называя имен, не называя примет сеттинга, ничего, примет книги, пересказать, о чем история этого персонажа. Ну, например, это история большой дружбы, которая могла разрушиться из-за того, что друзья выступили по разные стороны, слово парикат отбрасываю, по разные стороны сражающихся сторон за властью. Оно максимально выражено так, что туда может встать и индийский раджа, и мушкетеры, ну да, это вообще даже. И очень много кто. Вот это и берем основы, или там, выбор между любовью и домом. В принципе, очень раскинуто, желательно поконкретнее. И вот это и делаем основы своего сюжета. Далее мы начинаем адаптировать персонажа и его завязки под наш нужный сеттинг. Переносим сперва главное, и оно должно максимально полно войти. Потом переносим детали. Изменяем. Или, если вообще никак не впирается, мы убираем приметы сеттинга. Убираем ТТХ. Не супер там бог, а просто человек, хорошо владеющий чем-то. И завязок оставляем только те, которые определяют характер персонажа и его мировоззрение. Итак, у нас четыре мушкетера короля становятся верными друзьями, количество, кстати, акционально, в охране местного влиятельного лица, где ты, например, сурочный тип, с драмой и предательством прошлого. Кое-что из желательного, но не обязательно, можно списать в соседнем столбце, чтобы тоже это попробовать адаптировать. Например, я скрываю свое происхождение, у меня проблемы из-за пагубных привычек. Я опекаю новичка и делаю для него больше, чем он ожидает. И я ненавижу и хочу уничтожить тех, кто похож на предавшего меня человека. Это женоненавистничество, например. Нежелательно превращать факты, я скрываю свое происхождение, сразу в завязке. Меня разыскивают из-за моего происхождения, например. Но это уже такое. Несколько нарабождаю. При вписывании персонажа в сеттинг хорошо понимать бы особенности сеттинга. Честно, у меня были наколы, когда я такая, а почему нельзя вот так? Мастер такой, ну, вообще никак не впирать это по историческим фактам. Ну, я нашла кого-то, он не переделал, не смирилась, а потом уже такая сама. Смотрю кого-то, я такая, не впирать в сеттинг. Но в любом случае, друзья, проработка такая серьезная дает глубокого персонажа с неоднозначными, но внутренне обоснованными реакциями. То, что часто бывает, придумаешь, когда прям после игры уже такой, блин, надо было так ответить. Вот часто вот такая проработка позволяет очень быстро реагировать изнутри персонажа. Так. Дальше примеры. У меня был простой. на игре Пути Меча у Эфи я играла линию из другой книги, историю про Кромную Весть. В книге это был Дева, который хотел отомстить двум богам, двум братьям богам, один из которых его очень сильно подставил, там погубил всю семью. И в книге он одного убил, а второго пожарил, потому что подружился с ним за это время. Эфи такая, никаких демонов и богов. Просто били, подпилили. Гросскола нет на Пути Меча, поэтому все в своем. Будет у меня две лучшие подруги, короче. И так далее. В итоге у меня появился, к сожалению, NPC-шный отец некромант, который погубил семью, играла Урт, мою лучшую подругу. Она хотела отомстить, моя семья, но с семьи я сказал, что только я, она меня убила на игре. И с этого игра у меня просто покатилась офигеннос. Она не сливает, было хорошо. В любом случае, значит, минуту, 45 минут нужно, да, ложиться? Хорошо. Дальше я хотела поговорить как раз про хороших партнеров, но давайте я переведу это, вкратце скажу про партнеров в завязках. Урт был отличным сайдерком. Да, играйте суть. Нормально. Давай, в этой слухе, так классно получается. Хорошо. На самом деле, многие предпочитают играть с друзьями, потому что, ты, примерно, знаешь, может, он огневой игрок, остальные неизвестно, как сыграют, обид не будет вот этих портезневых, или постойте. Ну, в любом случае, можно говорить словами через друг, и уровень жести, понятно, какой. Но, я считаю, что есть большие минусы в игре, только в игре с друзьями, это, в том числе, некоторая предсказуемость. Когда вы друг друга очень хорошо знаете, ну, уже примерно понятно, как пойдет ваше развитие, ваших отношений. Легко скатиться в неигровуху, бывает, некоторые не хотят вестись с друзьями, ну, по-разному. Я люблю играть с незнакомыми игроками, или, когда знакомый игрок неожиданно со стороны раскрылся. В любом случае, подползать своими завязками под такими историями, давай с тобой сыграем такую драму, хорошо бы до игры. И прямо, словами через рот, или словами на бумаге, объяснять, чего ты хотел бы, и чего не хотел бы. Тогда, мне кажется, получается максимально хорошо. Потому что вы оба должны с вашим партнером понимать смысл вашей завязки, смысл этого конфликта, и смотреть в одну сторону этой истории. Ну, в смысле, воспринимать ее одинаково. Ну, например, там, я не хочу играть никакой вид любви, но я хотел бы играть любой вариант дружбы, которая там разрушится или нет, мне все будет хорошо, мне главное, чтобы ты меня не игнорировал. И конфликт у нас там такой же. Или там, иногда просто говорить там, так, приключения с тобой хожу, а на душные советы, пожалуй, не бери меня, пожалуйста. И в любом случае, при прочих равных, смотрите, какой игрок подходит вам для вашей завязки. Если у вас жесткий конфликт, берите тех, кто обычно не сливает. Момент тупой, как бы, совсем простой говорю, но вдруг. И главное, чтобы человек был настроен на развитие вашей истории. Теперь переходим к главному. Годные завязки, годные конфликты. Придумывание. Короче, я попыталась как-то красиво это все в этом, не получилось, поэтому у меня будет просто кейси, которые есть в моем собственном опыте, с короткими советами. Напоминаю начало, что без годного конфликта, по мнению, короче, движения истории не будет. Берите ситуации, которые максимально зацепят персонажа и его ценности. Что-то к прошлому относящиеся, к вопросу, у которых триггерят, а то со предательства, проблемы с друзьями, вот это все. И чем сильнее это еще и вас это цепляет, лично вам интересно, тем будет круче, возможно, взлететь на игре. Банальность. Старайтесь придумать завязки, которые не требуют большой работы мастеров. Не надо писать мастера, но лучше написать мастера не так. Я буду изыграть человека-потрошителя, типа, и обо мне должен знать весь полигон. Все. Я легендарная. Пишите там, что хотите. Лучше написать так. Друзья, я собираюсь играть в Джека-потрошителя, на игре убью, постараюсь убить таких-то, таких-то, таких-то. Ну, не конкретно, персонажи, проституток, еще кого-то. Кого-то буду убивать. Можно мне... Одну уже была история. Посмотрите, какого вы там хотели где-то, если смерть нужна, давайте мы вместе поработаем над этой. Вы пишите это. Мастер такой, да, это нормально. Это я могу. Наверное. Тем более, что мастера могут не так понять ваш запрос, продуплить, забыть, не вписать, другого человека не предупредить. Поэтому лучше предупредить другого человека самому. Ну, и о мастерах потом написать. Вот ты, например, судил и пишешь мастерам. Хочу играть в смертельную рожду с таким-то персонажем. Игрок не против. Предполагаю, враждовать из-за девы такой-то, которую оба подбивали к линии, а дева согласная. Мастер такой, боже, все договорились. Осталось только это в вагоне. Расписать это он, бывает, забудет. Ну, бастер человек. Совет следующий. Конфликтури с игроками, а не игротехами. И не с NPC, и не… Это вопрос… Да. И не с инвестией, или там своим прошлым каким-то… Виртуальным. Сам конфликт, в принципе, может быть каким угодно. Но у него должно быть очень важное качество. Он не был решен до игры. Вот пример. Мы готовимся, значит, списываемся с одним игроком, где мы были когда-то в прошлом друзья, потом страшно посрались. И вот мы будем играть на игре вот таких посравшихся друзей. И причем там, офис наш не понимает, почему это произошло. Видимо, что-то сделал не так. Мы списываемся, и тут… И, кстати, пишу я, вот в этой ситуации я спрошу, короче, почему ты так поступил? Она такая, а я хотел тебя спасти, поэтому сделал плохо для тюрьмы. А вот завязочка и развязалась. Ну, в смысле, все, все, кончился. Конфликт, кончилась история. Не во что. Будьте бдительны, друзья, будьте начеку. Не вручьте свои конфликты таким… простым способом. Вот. Потому что тогда у вас будет мужик, у тебя все было, а играть уже мало во что. «Хорошо, когда ты сам можешь решить, завершился ли конфликт или нет». Такой сложный момент, но на одной игре, где у меня был самый сильный конфликт, так что у меня глаза вблизали на лоб, это был конфликт, конечно, в моей собственной голове, где я придумала, что персонаж считает, что он не достоин взаимной счастливой любви. Поэтому мозг по мозгам ездил всем, включая себя, потому что очень легко в такой ситуации сказать, что конфликт не решил, что я, короче, все драматизировать, потому что, а, это не любовь, б, она не счастливая, в, она не взаимная, максимально прям выигрышный. Ты просто убиваешься в стену сколько надо. Тут есть минус. Можно убиться об ВВМ и не вынырнуть обратно. Мне рута... Подавиться стеклом. Ой, классное, кстати, выражение. Вот. Мне рута перед такой игрой, когда я рассказала этот конфликт, сказала, я тебе советую отстелиться лобой. Я когда-то такой играла, и говорит, потом мне было нехорошо. Придумай, как вот в какой-то момент смотришь, до игры осталось в конце игры. Пора. Пора выплывать. Оттолкнуться одна и немножко всплыть, найти что-то хорошее. В принципе, не глупый был совет, я так не смогла. И мне повезло, что там другие игроки мне помогли. Но, оттолкнуться одна и в какой-то момент всплыть, это хорошее дело. И заложить это всплытие, в целом, как персонажа. Чем больше персонажей затрагивает ваш конфликт, тем он богаче и интереснее. Чем больше всосётся количество народа. Клянись истребить не своего врага, а весь урод. Уже хорошо. Бери своих друзей на обдудники. Или, например, выбирай соперника персонажа, у которого много связей социальных. Это совсем такие советы. Чем больше напряжение заложено в конфликте, тем лучше. Запрет на любовь? Хорошо. Запрет на любовь в своей локации? Норм. Запрет на любовь в соседние локации у тебя? Хорошо. В вражеском лагере? Вот. 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 Соломки много не бывает. Не закладывайся на один конфликт. Слили. Не получилось. Решился случайно. Ну, всё что угодно. Сорвалось. Не закладывайся на единственную завязку с единственным игроком. То же самое. Не доехал, заболел, слили. В принципе, даже на небольшую игру там, на сутки, хорошо иметь два-три сильных конфликтов. И, как я уже сказала, привяжи свой конфликт к основному вопросу игры и подумай, почему твой персонаж железно прав в этом вопросе, в этом конфликте, а враги нет. И не сливай. Стой до конца, и это прям хорошая тема. И лучше конфликты можно описать словами, когда все правы. И это конец. Мне просили не материться. Вот. Я хочу сейчас услышать вопросы. И мне интересно послушать, какие вот советы по конфликтам. Потому что я считаю, что как раз часто классные истории придумаешь, и сам придумаешь, и там переносишь, и мастера тебе присылают. А именно вот этого толчка, вот этих завязок, конфликтных, мне хватает. У кого были классные конфликтные завязки? Которые можно вот так сказать? А я вот... Можно не делать вывод, а просто сказать. Особенно если бы не прозвучало. Можно... Я сам себе, который придумала, или потом тебе мастер дал или чего? Нормас, если даже если мастер дал. В смысле, вот пример годной завязки, годного конфликта. Так, так, так. Давай. Идеальная завязка – это конкуренция с тем, кто про это даже не знает. Так. В смысле, ты всегда будешь недоволен, он всегда будет лучше все равно. Отлично, да. Бывает любовная линия классная. С тем, кого не знаешь, тоже хорошо. Кто не знает про эту линию. Хорошо. Ну да, ты сам себя накручиваешь. Неплохо. У меня сейчас была такая любовная линия. Потом после игры очень обидно, что чувак поиграл. И как, не знаю, спасибо, поиграли отлично, я не в курсе была. А тебе вверх под тебя потом в каких-то соцсетях рассказывают, как классно с тобой поиграли, ты хоть чувак. У меня одно из моих ответвлений, я долго писала этот семинар, я отбрасывала все, понимая, что все не влезет, это одно из них было, это как подбирать себе партнеров под любом наличии. Нет, это хорошая тема, но... Да, да. Очень классная игра, это то, что ты следишь за каким-то человеком, подозреваешь его в плохом. Он работает на конкурентов, он шпионит, что-то. Меня на одной линии подозревали в конструкторе взять власть в локации, я была не самым не глухом, но мне кажется, было клево. Я сделала то же самое на другой игре и реально очень классно было. То есть зашло тебе? Да. Наверняка же у нас пущая королева собирается что-то сделать. Там ходят подозрительно. Окей, хотя бы сказала, что здесь не хватает дальнейшего. А ты что-то делал с этой инфой? Да. А, да-да-да, пожалуйста. Да, у меня немножечко соседний сюжет, когда у нас сюжет рождается не из конфликта, а из чего-то еще. Например, на одной игре у меня была ситуация, когда меня слили все мои завязки, и я оказалась в некотором информационном вакууме, что со мной вообще никто не шел на контакт, вообще никакой. То есть сюжет разваливался просто по факту отсутствия коммуникации в принципе. Это, мне кажется, в том числе про типичную ситуацию отсутствия сюжета, потому что ты сидишь и никто с тобой не играет по определенным причинам. Вот, что я сделала? Я вышла на главную площадь, взяла книжечку с пословицами и каждому проходящему мимо говорила, давай я тебе погадаю. После этого все завертелось, все меня полюбили, все взяли куда надо с собой и, короче, навешали мне в ключу всяких сюжетов, всего остального. Короче, классная тема. Вот, классная. Как спасаться во время игры? Воробьи-то сделай как-нибудь. Мне было подобное опыт спасибо питерскому ветерокуну 2014 года, как раз перенос персонажей другого стейдинга в мир ветеримака. И это был тип клапсля, я про жизнь видала, что такое катарсис или катарсис, как это давай. Испытала? Вот так можно было оказывать. Я переносила Лиану Старк, которая в крови щепилила ноги, она была на битве всех этих воинов, и вот даже молодой Старк его увидел. Вот эту историю я перенесла в виде демократов. Классно. Кстати, если кто-то переносил удачно из односельника в другой, тоже, пожалуйста, расскажите. Да, давай. Не переносила, но я играла. Была игра «Темная башня», которую делала Ноти, не последняя, а предыдущая. И там это, собственно, был старый период, но это была история Артура, Морганы, Мордорода и вот это вот все. Я как бы попала в точечку, потому что я была Морганой на замене игрока. И это, конечно, просто было восхитительно. А вокруг еще и «Темная башня», сами понимаете, это еще и 19 поведения. Отлично. Да. У меня был яркий самый пример, когда я переносила историю овода, их отношения с этим отцом-священником, на игру «Пить монахом». Классно. Тем более, что с этим у нас не позволяющая тема. Да, пожалуйста. У меня был спланированный свежесилованный сюжет на Греции, когда я играл ветерана ильянских войн, и он с синдромом соответствующим, и которого окружение заставляло воевать через силу, и он через вот это все проходил, и там был на конкурсе. С ихружением и с ней базой. Класс. Окей. Смотрите, у нас целых пять минут есть. Вопросы? Задавайте вопросы. Все, что можно. Свои впечатления. Не прямой семинар, а про всякое. Давайте. Я рассказала, в одной темпу, у меня был вопрос, который я очень хотела задать в фигуру. Однажды ты приехал на игру, вот сразу, я была мастер. Я была играющей мастерой, но в фигуру играла без сознания. Что за игра-то, скажи мне? У меня вопрос. Как, собственно, ты играла? А что за игра-то? Ты нету мастерского мастерского мастера, но это все стихо. Ну, я бы думала о игранах. Да, кстати, это я про себя сказала до, как я готовила сценарий, такая, я ни слова не скажу о летающих китайцах. Ну, что его один раз? Басти! Вот она виновата, потому что она, да, сделала все просто, по той же схеме, потому что я взяла охеренную историю, где есть аферигенный конфликт, собственно, учитель-ученик, большая драма внутри. Один пытался другого убить, теперь второй пытается другого убить. Хороший со-игрок. В принципе, даже никто был не нужен больше, но это очень плохо, кстати. Для окружающих, для вас нормально. Ну, в смысле... Но, с другой стороны, когда я тебе эту историю предложила, сказала Нормас. Как это играть без мастеров? Без мастеров? А зачем там мастера, если у вас вдвоих личные терки? Ну, в смысле... Мы нормально играли, давая пасы всем окружающим. Там ученика пытались спасать, потому что я была злым учителем, при мне такой добренький ученик, которого я третировала все время, била веером и посылала там. Все, кто ко мне пытался достебываться, я говорила о победе истровом Меньшова. При этом у нас была ситуация обратная. У нас был конфликт, при котором этот ученик, на самом деле, держал меня в плену, лишив полностью сил на каких-то там... И его задача была, чтобы никто не понял, что он здесь чудовище, а не я. Но я был злым и вообще мерзким и разважен. И от своего дня отступалась, поэтому вел себя соответствующе нагло, тоже нераздражающе. Выписала весь полигон, все его спасали. Ну, в конце, когда выяснилось, что этот ученик такой гад тоже, что мы, в смысле, два собакопара взяли беды. Пусть они сожрут друг друга, в общем, нормальная ситуация. И важная классная игра, когда при всей вашей церкви ты даешь много послов наружу. То есть кто-то там рот открыл, а я такая сразу на него типа... И с ним уже играю. Или там они пытаются ученикам не отточить, перекупить и что-то сделать. Да, пожалуйста. Вопрос там был, да? Нет, я тебе просто пальцы пойду. А, пальцы пойду. На согласии. Ну, в принципе, играй с другими, в том числе. Не только вот там внутри себя, копошись. И будет на массу. Мастер не нужен. Ну, сейчас. Спасибо, что делала игру. Вот, еще. Хорошо, тогда все. Спасибо большое. Я вам вложу в сеть, в ВК и по этому можно будет читать. Спасибо. На чем ты пытаешься меня поймать? Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. 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 Нет.